Субтитры создавал DimaTorzok Что оказывается, как это ни удивительно, что об Иисусе Христе не только свидетельствует целый ряд авторов, которых мы находим в Новом Завете, ну, речь идет об апостолах, но также, как вы могли убедиться, об этом есть свидетельство и учеников апостолов, которые непосредственно передавали то, что они слышали от самих апостолов. Свидетелей этих достаточно много, и вы, наверное, могли обратить внимание, что если уж подходить с той точки зрения, которая принята в истории и которая практически применима в ней, то, конечно, такое количество свидетельств, которые мы находим, как ближайших учеников, так и затем других людей, часто совершенно враждебно относящихся к христианству как таковому, то такое количество вообще просто само по себе совершенно достаточно для того, чтобы не оставалось никаких сомнений, чтобы такое лицо было. И тем не менее, вы знаете, это просто не знаешь уже, как даже понять подчас недоумение. Все эти данные были известны, все вот эти данные, все были известны. И вот, тем не менее, вдруг, где-то во второй половине 18-го столетия нашёлся ряд очень активных деятелей, очень активно. Кстати, вы не замечали, это очень любопытная вещь, что люди, настроенные к чему-либо резко отрицательно, они очень активные. Вот, например, будь здесь вот 99% к чему-то положительно настроены, один отрицательно, он такой шум создаст, и крик, и всем начинает говорить, и так далее, что всё, что поднимает бурю. Причём эта буря, да, она в конце концов захватывает какое число людей, потому что другие-то молчат, но о чём говорить, и так ясно. Недаром в Арсенофе Оптинске говорил и осуждал революционеров. Говорит, их немного, но зато какой-то шумный народ! Как они кричат всюду, на каждом углу, в каждом журнале, газете! И даже вот основная масса людей, которые совершенно не одобряли этого, были даже против этого, их голос не звучал, и в результате создавалась атмосфера того, что все против! И это, кстати, до сих пор, и это постоянно повторяется. Вот эти вот, так сказать, фанатики, фанатики, они больше всех кричат. Так вот и здесь то же самое, мы находим то же самое явление. В конце XVIII века уж с какой руки, лёгкой или нелёгкой, не знаю, это будете взвешивать вы, наверное, да, но обнаружился ряд деятелей, которые вот такие выделились своими криками, своими писаниями, которые вдруг заявили, – всё это чушь! Никакого Христа не было! Всё это – выдумка! Это один из очередных мифов исторических! Причём только вы бы, если бы посмотрели, да, о чём идёт речь! Просто это чрезвычайно любопытно! Я вам назову их хотя бы эти имена, и, ну, имена-то сами по себе ничего вам не говорят, потому что это Франция, но запомните их очень легко, эти имена! Одно из этих имён – «Вольней!» Ну, вы знаете как? Держите себя вольнее! И всё сразу будет ясно, о чём идёт речь! А другой, которого считают вообще даже первым, хотя кто первый сказал, это надо у Гоголя спросить, помните, как там? Нет, ты первый сказал! Нет, ты первый! Помните, чиновники? Да, так и здесь. Ну, считают, что всё-таки дюпюи, само произношение, вы знаете, оно прям невольно вкладывается в голову! Ещё бы! Дюпюи! Очень интересно! Вот он считается родоначальником этой точки зрения, которая утверждала не больше или меньше, что Христос, вы подумайте только, Христос, Евангелие – это просто Солнце! Солнце! А Евангелие – это мифологическое отображение Солнца! Ну, надо же как-то изобразить! И вот Солнце выразилось в этом мифе! Дюпюи! А вольней вообще говорил! Христос, да никакого Христа не было! Это был Будда! И вот в Палестине нарисовали образ, образ, ну, естественно, трансформированный в силу культуры, своей веры, так, убеждений и больше ничего! Вот эти два человека, с них началось, вы представьте себе, два человека! Причём это люди были, как вы видите, такие вещи просто, ну, нельзя утверждать, это люди были не учёные! Потому что учёный, ну, не может таких вещей говорить! Первое предположение, что они совсем были не учёные! Второе предположение, что это люди целеустремлённые и просто ненавидели Христа и христианство! И прекрасно понимая, что если Христа не было, то всё христианство тут же под корень летит! Всё! Всё вероучение и, по крайней мере, его основные истины, истины о Боговоплощении, главное, о крестной смерти, будем говорить, искупительной жерти Христа и воскресении! Потому что, ну, нетрудно понять, что если Христос не воскрес, то, как апостол Павел уже писал, то тщетна ваша вера, бессмысленна ваше убеждение, если Христос не воскрес. Тогда ради чего всё это было? И ради чего всё это будет? Ибо если Он не воскрес, и мы не воскреснем, и тогда мы с чем остаёмся? С тем смыслом жизни, о котором мы слышали и знаем, какой смысл жизни. А вот в этой жизни как-нибудь, как-нибудь протяни, и потом тебя уже никогда во веки веков не будет. и апостол Павел так и пишет, тогда мы несчастнее всех человеков. Несчастнее почему? Ну, те, хотя они верят, так и живут себя, как... ну, уж не буду сравнивать, во избежание, так сказать, обид. Да. А здесь вдруг люди верят во что? Во что? В свою фантазию. И вот эти два человека сумели... Это идеологи. Скорее всего, это люди уже, так сказать, выделенные кем-то. Кстати, в это время во Франции уже очень сильно действовал франк-масонский орден. Как писал один из наших очень интересных, кстати, авторов, который очень долго был во Франции, возможно, что это был даже резидент, то есть он там родился и жил, но потому, можно судить, что он потом вернулся сюда, и он написал интересную книгу. Она в библиотеке даже есть. Из пережитого в чужих краях. И он там пишет. У него фразы, я помню, я прочитал очень интересную главу. Там есть русская церковь за рубежом. И он такой употребляет фразу. Масонство стремится к уничтожению... Я передаю смысл. Это неподлинный текст. То есть я не помню наизусть. Христианство, но не других религий. И об этом можем прочитать нередко в литературе, что для масонства христианство является главным врагом. Главное, с какой стати? Подумайте. Ну, почему? Это об этом говорят. Почему? Потому что всё масонство проникло сатанизмом. И сами руководители – это сатанисты. И основная идея по этому уничтожению... Ах, вот он как говорит! Уничтожение христианства, но не других религий. О, видите, вспомнил! Так он пишет. Так пишет он в этой книге. Ну, так вот, эти вольней и дюпи подняли шум, крик. А, кстати, помните на суде у Пилата, когда Пилат спросил, какое зло он сотворил? Ответ – распни его! Никаких аргументов! Они не нужны! Только ненависть! Вот и здесь мы встречаемся с той же самой картиной. Но оказалось, что эти совершенно очевидные эти люди пользуются колоссальной какой-то финансовой и прочей поддержкой. Они публикуют свои работы, они пропагандируют это. И вы представляете, что буквально в короткое время их идеи разлетаются по всей Европе. XIX век уже охвачен этим. А чем характеризуется эта эпоха их проповеди? Замечательно! Эта эпоха так называемой, вы подумайте только, Великой Французской революции. Через сто с небольшим лет Вторая Великая Октябрьская революция. Чем характеризуется та и другая? Жуткими, страшными жестокостями. И первое, на что были направлены – уничтожение христианства. Ведь вы знаете, говорят по почерку, говорят, вот почерк, действительно, один и тот же почерк, что Великое Французское, то Великое Октябрьское. Страшные жестокости, жуткий садизм. Или были такие казни, о которых, ну, просто сердце леденеет, когда только слышишь, когда связывали с трупом и хоронили, или живьём хоронили, баржи опускали на дно. Вы же знаете, что это творились, какие ужасы! Ну, что это? Что это? Разве это политические деятели, да? Боролись с врагами своей политики? Нет! Жуткие сатани наслаждались чем? Страшными мучениями людей. Это их питало! Это и называется сатанизмом. Очень жалко, кстати, очень жалко, что он сейчас слышит, что там, то здесь, какие-то молодые люди, сатанисты, они в это играют, мы сатанисты, даже не понимают, с чем это связано, с какими ужасами. И они даже не понимают, не знают закона резонанса или, если хотите, закона обратной связи. Третий закон Ньютона, не помните, как гласит? Я-то недавно учился, а вы-то уже, наверное, давно. Да, наверное, да. Действие равно противодействию. Итак, голубчик, чем сильнее ты ударишь, тем с такой же силой тоже и получишь. Даже не понимают, что жестокость по отношению к одному, к другому человеку – это роковая. «Бравым образом и страшным действует против самого себя». Ибо это закон! Кстати, вы знаете, как важно знать хотя бы некоторые законы, законы духовной жизни человека. Это один из законов. Действие равно противодействие. Кстати, обращаю внимание ваше, какая гармония или какое подобие существует между физическими и духовными законами. Физические законы только в более такой грубой, материализованной форме выражают суть, духовную суть законов. Чем сильнее ты ударил, тем сильнее ты этим самым ударил по себе. Вот, друзья мои, вы знаете, как это важно знать? Это убережёт и уберегает человека, который понимает это и принимает это, как он будет осторожен в своих отношениях с другими людьми. Ни в коем случае не позволяй себе! Не вонзай нож себе! Себе! Ты ненавидишь другого! Ты вонзаешь нож себе! А уж если когда ты действительно что-то уже делаешь, то тем более и тогда это происходит. Это один из важнейших законов человеческой жизни. И вот я не знаю, в психологии так обращается ли внимание на эти вещи. А это, пожалуй, куда важнее по сравнению с другими многими законами. Не делай другому зла! Ни в коем случае! Даже мыслью старайся не делать, потому что уже мысль... Ты мыслью себя и ранишь. А мысль – это вещь, знаете ли, какая? Мыслью можно убить человека. Это йоги говорят, мыслью можно убить слона. Ну, что слона? Во-первых, никогда и не убивали, только говорили. Что слона? Мыслью можно убить себя, убить другого человека. Скажите матери, что погиб ваш любимый ребёнок. Говорят, разрыв сердца. Что вы? Сколько происходит событий, связанных с этим? Мыслью. Что? Слово – это выраженная мысль. Так вот, эти голубчики два, чёрненький голубка, ясно, из какого гнезда они вылетели, ясно, кто их питал, питал и культивировал, очень быстро разнесли свои эти идеи по всей Европе. И вы знаете, тут невольно, вот невольно просто думаешь, неужели такие дураки? Так скоро подхватили эти идеи? Или пользовались просто, может быть, необразованностью людей? Просто необразованностью. Потому что смотрю, мне как-то недавно звонят, я не помню, откуда, из какого-то агентства, да. Вот что вы можете сказать? Вот всё-таки говорят, что Христос – это миф. Вы знаете, я завопил, говорю, дайте мне аверьянки! Неужели? Ещё и сейчас даже можно эти сказки рассказывать? Вы что, в школе не учились, что ли? Хотя в школе не проходят. Понимаете, некие области знания где-то в стороне отсутствуют, какие-то чёрные дыры, в которых ничего не существует. И здесь такие вещи до сих пор-то! Почему, кстати, вот эта тема, о которой сегодня я говорю, оказывается, это мы не просто с вами занимаемся какой-то историей и так развлекаемся, что, когда, было. Но было и всплыло. Цицерон сказал очень-очень серьёзную и важную мысль. История – это наша лучшая учительница! Даже если, когда мы только занимаемся просто изучением прежних событий, и то, и то тогда, она имеет смысл. Но в каком случае? Если мы не просто рассматриваем то, что было, а рассматриваем это в плане каком? В плане выводов, в плане происходящих событий, в плане, если хотите, воспитания самого себя и человека. История – это наша лучшая учительница! Вообще, вы знаете, сколько было умных людей и сколько умных мыслей, да! Жалко, что мы редко их слышим. Кстати, и у нас тоже мы изучаем историю церкви. Ведь можно, знаете, изучать как? Ну, что-то было – кто кого родил, кто кого крестил. И что? И что? Ну, родил, ну, крестил, и что? Только тогда изучение истории имеет смысл, когда она соотносится с законами, законами жизни, с законами духовной жизни, с тем, чтобы это было тем прецедентом положительным или отрицательным, который может нас научить, нам показать, нас предупредить. Только тогда она имеет смысл. А я, правда, спросил этого историка, зачем вы? Не скажу, кого, потому что вы знаете, да, не скажу, кого. Я говорю, а зачем вы? А зачем вы истории-то? Проходите, изучаете. Зачем? Он в изумлении на меня посмотрел. Ну, для науки. Я говорю, а кто это такая она, наука? Это что за дама? И как она вас слышит, интересно? Я и спрашиваю, для чего вы изучаете это, наукой, историей занимаетесь, и вдруг ответ – для науки. Я так и ахнул. История очень интересная. Чем? Там много интереснейших эпизодов. А какие там случаи происходят? Такое ли это всё – развлекаловку. Можно историю превратить в развлекаловку. И тогда какая беда! Вместо серьёзных вещей, которым можно поучиться, мы, оказывается, нашли форму развлечения. Да избавит Бог изучать так историю. И вот сейчас мы с вами смотрим, занимаемся чем? Это так называемая мифологическая школа. Мифологическая. Так осталась она в истории. О ней написано много литературы. Особенно много писалось, конечно, в XIX веке. Очень много. В частности, у нас. У нас тоже самое. Очень много было ответов на эти абсурдные идеи. Много любопытнейших вещей. Но я вам сказал, что идеи этой школы разнеслись во всей Европе. В частности, особенно много, особенно большое пристанище они нашли в Германии. В Германии – да. Нашлись очень активные деятели. Думаю, что это того же плана, что и Дюпюи с Вольнеем. Вот так. Особенно хочется отметить фигуру Древса. Был такой профессор истории в Германии – Древс. Писучий – невероятно. Только и знал – писал. Вот есть вот такие люди, для которых не составляет никакого труда. Взять только ручку, стоить, и даже сам заснёт, но ручку пишет. Так и он. Писал и миф о Христе, и миф там о Деве Марии, и миллион всяких вещей. Самое любопытное, что было? В конце концов, там, в Германии, так сказать, богословы, теологи вызвали его на публичный диспут. Ну, хватит, мол, давай. Он опозорился там страшно. Молчал год или больше. И потом написал ещё один том. Ну, я не знаю, что там было больше. Видимо, какая-то психическая, может быть, ненормальность, но поскольку его работы наводнили действительно Германию, то поэтому его имя постоянно упоминается. Ну, и был целый ряд других. Я даже не хочу вам их особенно напоминать, запоминать, эти слова называть. А почему? Сейчас скажу. В древней-древней Греции, ещё до времён Христа, даже до времён апостола Павла, почему, сейчас вы узнаете, почему. Я так говорю. В Эфесе был, как пишет историк, какой-то изумительный храм богини Артемиды. И там жил один человек. То есть, в Эфесе было много людей, но жил один такой вот человек, который необыкновенно был честолюбив, не имея никаких талантов. Никаких! И ему пришла, что называется, гениальная идея. Однажды он сумел устроить пожар этого храма. Храм сгорел, разрушился. Был разрушился храм. Возмущению людей не было предела. Сам он бежал, ну, понимая, что будет. Потому что это, так сказать, вычислили, кто это. Суд всё-таки был. И приняли решение беспрецедентное, я вам сказал бы, в истории. Беспрецедентное! Вы никогда не найдёте такого решения ни в одном судебном деле. Решение было очень кратким и сильным предать имя его забвению. И даже здесь имя не упоминалось. Все знали, что речь идёт о ком. О ком? До сих пор его имя все знают. Герострат! И говорят, слава Герострата! Они хотели его наказать. Не удалось. Он остался в истории. Вот и здесь то же самое. Я уж не буду называть многих имён. Просто не хочу. Зачем они нужны? Достаточно нам вольнее Депьюи. Ну, конечно, вот Древс этот бедный. Да, тут ничего не скажешь. Был ещё в Англии один, тоже, который очень много писал. Но это самые такие выдающиеся, что ли, имена. Там Джон Робертсон, на который в том же духе работали. Итак, Европа оказалась охваченной. Атеизм широчайшей волной таким образом шёл по Европе. Достоевский, как вы помните, скончался в 1881 году. Но он ещё в 60-е годы писал. Да в Европе уже давно нет никакой религии. Это дорогое кладбище и только кладбище. Ух, как можно работать! Вот кому памятники надо поставить! Депьюи! Да, ну, конечно, не только они. Но, пожалуй, наибольшую силу мифологическая школа проявила во таком масштабе, о котором, конечно, не мечтала ни одна страна Европы, как в России, в Советском Союзе. Единственное научное мировоззрение атеизм взял в качестве одного из главных тезисов именно эту мифологическую установку отношения к истории христианства и к самому Христу. Почти 70 лет в школах, на лекциях, общество знания, университетах непрерывно, непрерывно повторялись идеи этой школы. Ну, видимо, знали один из законов психологии человека «Клевещи, клевещи что-нибудь, да и останется!» И верно! Вы до сих пор можете встретить из прежнего поколения людей убеждённейших! Обязательно вы встретите, которые убеждены просто, что Христос – это миф! И даже в ответ на аргументы говоришь, вот, Академия наук, видите, Академия наук, издание, а не чего-нибудь! Там, в чёрном по белому, смотрите, приводится, приводится эти и Тац, это и Святоний, и Плиний младший, которые пишут о Христе. Ну, ответ примерно такой. Ну и что? А может, там вставил кто-то чего-то? Ну, в общем, одним словом. Действительно, вот психологический закон. Клевещи-клевещи, что-нибудь достанется. И этот закон действует всю историю человечества и будет действовать до конца времён. До конца времён. Поэтому русская народная мудрость говорит, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А христианская истина такова. Приди и виждь, посмотри сам, отбрось это. Вы, наверное, замечали, когда вот, например, знакомые, что-нибудь о ком-то, например, говорят, плохо, так уже невольно подходишь к этому человеку, уже какие-то очки уже одеваются. И только вот знакомство уже с ним может уже действительно разубедить, что всё это чушь. А так прямо что-то уже одевается. Верно? Некое как внушение, что ли, происходит. Вот так. Ну, что можно сказать об этой мифологической школе? Ну, во-первых, она просто глубоко невежественна, если подходить уж чисто научной точке зрения. Просто невежественна, потому что слишком много свидетельств. Если с точки зрения идеологической, то, конечно, истоки её ясно где. Ясно где. Христианство. Вот враг номер один. И понятно, откуда тогда всё это исходит. Если с точки зрения логической, то скажу вам так. В 1910 году два немецких автора, пользуясь методом мифологической школы, выпустили две сатирических статьи с доказательствами слово «доказательства» в кавычках, что Лютера и Бисмарка никогда не существовало. Вообще, молодцы, конечно! Ну, а до этого написал блестящий памфлет книгу один историк англиканский, историк Уэтли, который впоследствии стал даже архиепископом. Впоследствии. Написал книгу с очень интересным названием о том, что почему Наполеона Бонапарта никогда не существовало. И, пользуясь как раз вот этим мифологическим методом Дюпи, где он изобразил Иисуса Христа как миф солнечный, точно так же показал, что Наполеон – это и есть солнечный миф, и больше ничего! И больше ничего! Ведь Наполеон, вы знаете, слава с чего началась? С египетской экспедиции, где он там сумел очень успешно провести военные действия. И вот он начал вот с востока, и солнце восходит на востоке. Как он окружённый маршалами, двенадцатью маршалами, двенадцатью черекову, представьте себе! И вот таким образом, в общем, великолепно показал, всю чушь этой мифологической идеи. Не было, оказывается, Наполеона! И попробуйте доказать, что он был. Что там где-то кто-то писал, да написать можно всё, что угодно, бумага всё вынесет. В общем, воспользовались логикой, терминологией и самим подходом, методологией даже, и написали вот этот блестящий, я бы сказал, памфлет. Кстати, у нас эта статья была однажды опубликована в журнале «Наука и религия». Я очень жалею, что номер, год и номер этого журнала я не отметил. Такая жалость! Там некая Никитина опубликовала как раз эту работу, которая впервые, она была опубликована во Франции. А вот перевод на русский язык был такой – Жан-Батист Перес, «Почему Наполеона никогда не существовало?» или «Великая ошибка», источник бесконечного числа ошибок, которых следует отметить в истории». Эта книга была у нас в Москве в 1912 году. Впервые. А затем, вот я вам говорю, в «Науке и религии» видим, перепечатали, просто оттуда взяли и больше ничего. В советское время, как я вам сказал, эта теория была главной в атеистической пропаганде, не атеистической. Ой, извините, мы часто говорим атеистической. Ну, какая атеистическая? Помните Гинсбурга? Написали послание там президенту, и оказывается, этот борец, атеист, ставил свечу поминальную в синагоге. Так он, простите, борец против религии? христианство не даёт покоя многим людям, христианство поперёк дороги стало. так вот, в советское время целый ряд деятелей, атеистических деятелей, да, очень усиленно проводили эту работу. Кстати, кстати, знаете, вот случилось так, что против христианства можно было писать всё, что угодно. Всё. Никаких оппонентов. И, наверное, за всю историю науки, за всю историю науки в разных странах никогда и нигде не было защищено такое количество кандидатских и докторских диссертаций по истории и философии, как в Советской России, в Советском Союзе, деятелями атеизма. Попробуй возразить. Я скажу, что вы что, против линии партии? Ух, хитрецы какие! Ух, молодцы! Попробуй возразить. Дважды два – три с полтиной. Ну, возрази, попробуй. Ты будешь против линии партии. А не каждый же догадается сказать, когда ему спросят, вы колебались когда-нибудь с линией партии? И ответит смело. Да, колебался. Вместе с линией партии. Так вот, в это время, действительно, очень много было работ. Бесчисленное множество. Это было бы очень интересно бы посчитать. Кто-нибудь бы, если бы занялся на эти работы атеистического характера. Сколько докторов появилось! Боже мой! В кандидатов и говорить нечего. Тьма! Какие огромные деньги получали! Им платили огромные же деньги тогда за издание литературы. Я помню, как-то в «Известиях» была статья в советское время «Бой за сто тысяч». Я посмотрел, что это такое, а оказывается... Вот человек написал работу. Книгу написал. Ну, заплатили, хороший гонорар. Так. Ещё написать книгу. Ну, это работа большая. А оказывается, была такая установка. Если в этой книге сделать... Я забыл, сколько изменений там. Четверть там, по-моему, может быть, меньше. Если наберётся четверть изменений, когда вы слова переставите, замените другими словами, то она уже оценивается как новая. И вы вновь получаете свои вожделенные сто тысяч. И вот я помню, была статья такая «Бой за сто тысяч». Правда, уже сатирическая статья. Но на что ещё хочу обратить внимание? Что у нас не просто писались эти работы. Ведь искажению подверглась не только сама оценка историчности Христа и его миссии, даже само происхождение христианства относилось, вы знаете, ко II веку, даже ко второй половине II века. И не в Палестине, а куда-нибудь или в Египет, или куда-то. Вы слышите? Что только не делалось! Только не так, как есть на самом деле. Вообще замечательно! Но при этом, при этом, на что хочу обратить внимание, это очень интересный момент. Я не хочу перечислять вам эти все тут всякие выписки. Главное нам знать саму идею. Главное, что как делали переводы переводы Маркса Энгельса? Маркса Энгельса? Вот что замечательно! Например, цитировался Энгельс таким образом. таково было христианство, таково было христианство, насколько оно нам известно, созданное в Малой Азии в его главной резиденции около 68-го года. Оказывается, что так выглядело, насколько мы это знаем, христианство так выглядело в Малой Азии около 68-го года. Ну и как это оценивалось? Привожу одного из крупнейших идеологов атеистических Советского Союза. В подобном зигзагообразном движении науки не следует усматривать что-то удивительное или тем более позорное. Не вздумайте! В борьбе с ортодоксальным конфессионализмом нетрудно было перейти разумную грань. Оказывается, и даже это хорошо! Фальсификация во всём! Вот так, друзья мои! Я не хочу деталей, очень много деталей тут, которые связаны с этой теорией. обращаю только внимание на это. Вы слышите? Ложь! Открытая, откровенная ложь! Сколько этой лжи было! Боже мой! Вы себе представить просто не можете! Хотя теперь можете представить! Теперь можете! Всё, что с Украины творится, видите! Теперь уже, оказывается, самолёт Боинг на неопределённый срок отложили! Рассмотрение! Давали! Придите, смотрите! Ополченцы дают, те бомбят вовсю, чтобы никто не вздумал прийти, не расследовать, как следует. А теперь вдруг оказывается на неопределённый срок 300 человек погибли! О, если бы только это сделали бы действительно ополченцы! Что было бы! А теперь нет! Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть! Ну, ладно! Хорошо, друзья мои! Но это одна и самая, я бы сказал, грубая такая гипотеза, что ли, если можно даже и так не то стыдно назвать мифологическая школа. Но есть и ряд других положений, с которыми надо тоже быть знакомы, поскольку это встречается нередко. Именно! Происхождение христианства объясняется другим способом. Есть так называемая социально-экономическая гипотеза. Здесь идея очень простая. Тяжёлое положение в Римской империи народа, религиозная мечтательность, жажда избавления от эксплуатации и несправедливости и религиозность людей привела к тому, что был создан миф о том, кто в конце концов избавит всех людей от несправедливости, от страданий и всех прочих невзгод этой невыносимой жизни. При этом утверждалось, что как раз к эпохе возникновения христианства все уже восстания, которые проходили время, были окончательно подавлены. и вот в этом неисходном положении создаётся вот эта идея, идея избавителя мира, Христа. Что говорит историческая наука по поводу этого? это стоит знать. Сначала маленькое замечание. Где-то уже в 70-х годах начался кризис в атеизме. Кризис какого рода? Ну, потому что и на Западе кричали, и у нас всё-таки образованные же люди. Говорили, что вы делаете с этой мифологической школой? С ума сходить и надо! Ну, стыд и срам! Начался кризис. И многие даже из атеистических деятелей, тем не менее, вынуждены были писать о том, что есть на самом деле. Кое-что. И вот, в частности, по поводу вот этой марксистской теории. Здесь марксизм – это на чём стоит? Вот, на экономике, экономике, деньги. Вот что. Самое главное – это деньги. Помните, когда Христос сказал, что нельзя служить Богу и мамонне? Что? Реакции, помните? И смеялись над ним. Ну, что вы! Ну, что вы! И вот здесь эта теория объясняла вот таким образом бедностью, эксплуатацией и подавленностью восстаний. И вот один из деятелей, крупнейших деятелей атеизма Каждан вдруг написал «Модное одно время в нашей литературе теория, связывавшая становление христианства с так называемой революцией рабов, не имеет под собой сколько-нибудь серьёзных оснований». Тем более, что и сама революция рабов на поверку оказалась историографической или даже вне историографической фикцией. Даже такое написал. На самом деле никакого подавления революции рабов не было, а происходили ещё такие, что только держитесь. Я вам приведу просто несколько фактов, зачитаю. Во-первых, прямо перед рождением христианства. 24-19 год до Рождества Христова. Громадные восстания в Испании. А вот начиная нашу эру. С 6 по 9 годы в Панонии в 9 году в Германии были уничтожены три легиона римлян. О, какое восстание было! Это удар сильнейший! В 14-м году в связи со смертью императора Августа восстали Панонские и Рейнские легионы, провозгласившие императором своего человека Германика. В 17-25 годах восстание в Африке, в 21-м году в Афракии, Галлии, Нумидии, в 24-м году грандиознейшее восстание на юге Италии, подобное восстанию Спартака. В 50-е годы, примерно десятилетие 50-е-60-е годы в Британии, где было уничтожено 20 тысяч римского войска, в 66-м 70-й год, это известное иудейское восстание, что вы, восстание не прекращались, никакого подавления восстания не было. Но если говорить уже об экономическом положении народных масс как причине возникновения подобной идеи, то, оказывается, это совершенно выдуманная история. На самом деле всё было не так. Один из профессоров, Мейер, очень известный человек, пишет, обычный взгляд на положение рабов в древности совершенно не соответствует показаниям источников. Как бы ни обострялись по временам взаимные отношения, в общем, обе стороны считали их вполне естественными. Обе стороны, то есть рабовладельцы и рабы, работодатели и рабочие, вполне естественными. Там, конечно, уже было всё естественно. Этим, конечно, не отрицается, что господа имели полное основание принимать необходимые меры предосторожности, что многие рабы, как из благородных, так и из неблагородных побуждений, старались избавиться от своего положения и видели в нём унизительный и тяжёлый иго. Но эта черта не служит характерным признаком рабства, а есть обычное явление в отношении высших состоятельных классов к неимущим. Всё равно свободно последнее или нет. И дальше историки приводят. Следующее. Длившееся почти полвека так называемый принципат, то есть правление императора Августа. почти полвека – так, это с 29-го года до Рождества Христова по 14-й год по Рождестве Христовой привёл – это все историки единогласны – по 14-й год новой эры к небывалому расцвету Римс, небывалому подъёму материального положения всех слоёв населения. Это очень интересно. Вот один из кстати Каждан тот, который я уже цитировал пишет «Но по всей видимости изменение форм эксплуатации не оказало непосредственно влияния на возникновение христианства, то есть самого рабовладельчества». Дальше. «Теперь мы лучше, чем в прошлом веке, знаем экономическую историю Римской империи и можем подчеркнуть удивительный парадокс. Социальный вакуум и моральная изношенность установились в условиях относительного материального прогресса. Римляне в первые века новой эры жили, в общем, лучше, чем до этого. Строили лучшие дома, лучше питались и, может быть, даже получали лучшее среднее образование. Улучшение быта коснулось по всей видимости рабов, не говоря уже о вольно отпущенниках, которые, кстати, могли становиться даже сенаторами. Это важно подчеркнуть потому, что критика гипертрофии материального, вы слышите, критика чего? Погода за материальным. Критика, да, он пишет, погони за благами мира сего составила один из важнейших моментов социальной программы раннего христианства. Об этом написан целый ряд трудов о том, что действительно в этот период материальное положение как раз поднялось и не было никаких оснований для того, чтобы говорить о том, что тяжелейшее это иго и унизительное положение привело к созданию фантазии, фантазии, которая называется христианством. Чепуха это всё! Ещё об одной точке зрения или об одной гипотезе я хочу сегодня сказать несколько слов. В целом то, о чём я хочу сказать, можно изобразить таким образом. Христианство создавалось постепенно. Оно было плодом эволюционного развития религиозного сознания римлян, греков, прежде всего, иудеев. Как это могло быть? Как могло произойти? Есть целый ряд положений, которые являются, может быть, ключевыми. И, конечно, поскольку по Евангелиям Христос родился в Иудее, был представителем этого народа, иудеем, то есть верующим иудеем он был, а не каким-нибудь, то и первое, так сказать, положение эволюционной гипотезы заключается в том, что образ Мессии, который всегда присутствовал в Иудействе, он и оказался созданным в лице вот этой фигуры Иисуса Христа. Иудеи создали этот образ. Вот основное, если хотите, положение. И вот здесь действительно невольно возникает вопрос, могли ли иудеи, то есть как широкая масса, не единицы, создать такой образ Мессии, который соответствовал образу Иисуса Христа. Ну, вот здесь можно привести целый ряд разных соображений, но хочу только сказать, что действительно иудеи ждали, верили, ждали и до сих пор верят и ждут, что Мессия – это будет властитель мира, будет царь. Вы знаете, что любопытно, в Евангелии даже Христос воскрес тогда, помните вы, являются ученикам и в одном месте – это поразительная, конечно, фраза – к нему обращаются. Ученики, сойдясь, спрашивали Его, говоря, не в это ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю? Ну, теперь-то уже можно, конечно. теперь никто тебя с тобой уже ничего не сделает. Теперь ты обладаешь уже потрясающей силой. Не в это ли время? А помните ученики апостола Иоанн Богослов и его старший брат? Или сами они, или мать, так сказать, подвел. Ну, неважно. Сесть по правую и по левую сторону. Вы слышите всё? Какое грубое материальное представление было у иудеев того времени? О, мессии! То есть, было и остаётся, конечно. А Христос что говорит? Он же разочаровал! Почему, кстати, его отвергли? моё царство не от мира сего? Или вы думаете, что я не могу представить, умолить отца, чтобы он представил мне сейчас 12 легионов ангела? Отверх! Сойди с креста, мы в тебя поверим! Вы слышите? Всё направо на что? Вот эту грубую, вот эту материальную власть и материальные богатства. Вот в чём видели? Видели Царство Божие, Царство Израильское. Помните, Христа спросили, фарисеи даже, книжники спросили о Царстве Божьем? А Христос им ответил, тоже помните, да, не скажут, что оно вот здесь или вот там, прямо отверх, здесь или там, то есть, вот в этом мире материальном. А вот оно, Царство Божие, внутрь вас есть. Но это же полное разочарование! Полное разочарование! Ждём внешне. А помните, что говорил же, Царство Божие в представлении иудеев – это есть внешнее торжество Израиля и фантастическое благоденствие на земле. Пожалуйста, пожалуйста, то было в I веке, то в XX веке. то есть, это остаётся неизменным, это положение. И вот теперь, теперь, исходя из этих положений, кому же только в голову могло прийти, что будто бы образ Иисуса Христа мог быть создан иудеями, и отсюда именно он возник. Это же глупее, кажется, ничего и не придумал. Да и потом ещё целый ряд и других соображений. Например, для иудейства совершенно исключено рождение мессии от непорочной девы. Профессор польский, профессор богословик Вятковский, вы, может быть, слышали его имя, решительно заявляет «Все согласны с тем, что идея партеногенеза парфенос, партенос, дева, происхождение от девы, партеногенеза не могла возникнуть на почве иудейской». Помните, по преданию даже Симеон Богоприимец, ему просто явление даже было, что он написал от девы, а не от жены родиться. Да и потом сама идея, что Иисус Христос Сын Божий, Который Он себя утверждает, лиудейство, единобожие, в то ещё время ещё сохранялось, единобожие, один, никакой троицы, никакого Сына Божьего в прямом смысле слова быть даже не могло. Это потом уже, когда ветхозаветная религия деградировала, распалась, если ветхозаветная религия первая заповедь какая была? Единобожие! Помните? Первая заповедь. То в последующем иудаизме, ну, современном, уже это положение, это первая заповедь, это догматическое положение не имеет никакой силы. Никакой! Уже во времена Христа саддукеи не верили ни в ангела, ни в духа, ни в душу, ни в воскресенье. То есть, были атеистами уже и были иудеями. Ветхозаветная религия ведь трансформировалась во что? В идеологию. Понимаете? Идеология – это то, что живёт только вот этим миром материальным. Религия, как сказать слово «религия», поднимите голову вверх. Уже трансформировалась. Уже, оказывается, можно было не верить ни в духовный мир ангела, ни в душу, ни в воскресенье, то есть, никакой вечной жизни и быть в одной синагоге, и быть в одном синедрионе. Спорили? Да. Поносили друг друга? Конечно, ещё бы! Но были вместе. Догматическое учение потеряло всю свою силу, но зато в полной силе осталось какое-то это внешнее исполнение так называемого закона Божия. Под законом подразумевается исполнение вот этой обрядовой стороны. Это произошло. А Христос как себя вёл? Он как нарочно в субботу именно исцеляет, ну подумайте только! Прямо нарочно! Впечатление такое раз за разом. И евангелисты это приводят в случай, прямо в случай за случаем. Берёт и в субботу исцеляет. Сухую руку имеет, становись на середину, там смотрят, всё, протяни руку твою, и рука стала здоровой. Выходит в бешенстве, вы слышите, и совещаются о том, как погубить его. Обряд высший, оказывается, самого Бога! Вот какие вещи, да! Так что, видите, вот эти соображения о том, что в иудейской среде мог быть создан образ Иисуса Христа, он просто фантастичен! Совершенно не соответствует никакой действительности. Да. Ну, то же самое, можно сказать, в отношении языческого мира. Когда эволюционная вот эта гипотеза говорит, что постепенно образ Христа и христианства создавалась. Языческий мир совсем о другом избавителе и спасителе мечтал. Идеалом был кто? Император Август, повелитель вселенной, материальное благоденствие. Вот, это да! Это император, который покоритель всех народов, подчиняет всех и вся, даёт все блага, все блага народу. Вот это другое дело! Христос такой нам не нужен! Он просто не нужен такой избавитель! Не могли язычники создать такого образа, и потом обратите внимание, какая была борьба с христианством, языческого мира! Ведь дошло до беспрецедентного факта! Вы обратите внимание, я не знаю, по истории проходите или нет, Рим чем отличался в временах христианства? Полной религиозной свободы! Слышите? Полной! не было запрещенных религий! Богов побежденных народов свозили в Рим! Там был построен пантеон, огромный храм, где ставились эти статуи. Пожалуйста! Рабы, вольноотпущенники могли по-прежнему поклоняться своим богам! Все религии были свободны, кроме христианства! Слышите? Кроме христианства! А христиан кальвам! Кстати, факт, который заставляет задуматься, откуда и как это могло произойти и случиться. Христианство, посмотрите, Христос, как осуждает язычество постоянно, апостолы, что только говорят об отношении к язычеству. Это настолько сильные слова, что здесь уже нужно только не видеть, только нужно, чтобы утверждать подобные вещи. Сами жестокие гонения язычников на языческого Рима, на христианство свидетельствует об этом. Беспрецедентные! Никогда, ещё раз вам повторяю, никогда не было таких гонений, ни на одну религию. И здесь друг христиане, которые проповедуют любовь и сострадание, так распускают слухи, что они там убивают младенцев, пьют кровь их. До чего дойти? Кстати, видите, как распустить слухи легко? Тайно собираются там и что только творят. Вот эти вот, друзья, мои соображения, да, нужно... Это... Они говорят о том, что все вот эти названные, так сказать, возможные причины, они не имеют под собой никакой силы. А в отношении того, что эволюционно будто бы развивалось христианское учение и образ Христа. Об этом уж никто не будет. А даже Энгельс писал, что христианство, как и всякое революционное движение, слышишь, революционное, да, было обусловлено тем-то, тем-то и тем-то. Важно, что? Он прямо утверждал, что христианство возникло сразу. Ведь революция – что такое революция? Вот сейчас, всё спокойно. Раз. И вдруг раз объявили, вспыхло, началось. Он утверждал о христианстве. Это было революционное не в смысле вооружённое, нет-нет, а революционное в смысле характера происхождения сразу, неожиданно возникло. Это говорил не кто-нибудь, а идеолог номер один атеизма Энгельс. Я думаю, что это его мысль. Очень-очень важно знать и помнить. Так, как ответить людям, которые видят православные церкви стремление к богатству, внешнее благолепие храмов, а внутри они не чувствуют братской любви? Не уподобляемся ли мы сегодня древним иудеям? Уподобляемся. Иоанн Затауст уже говорил в своё время IV век. Ну, Иоанн Затауст, можете его представить себе? Это какой человек был? Человек какой-то экспрессивный. Иудействующие христиане поносил христиан за что? За то, что они стали иудействующими, не в том смысле, что они стали исповедовать иудейскую веру, а в том смысле, они практически живут как иудеи. Деньги стали главным богом христиан. Вот, так что это вопрос, к чему его, можно так сказать, как его можно интерпретировать? Всю историю мы видим такое явление, повторяющееся такое явление. Учтите, друзья мои, надо объяснять людям, что церковь – это не дом отдыха или курорт, а это больница, наполненная больными самыми различными болезнями. Какими же болезнями? и алчность, и властолюбие, и зависть, и ненависть – всё, что угодно! Церковь – это же мы! И у нас всё можно встретить! Но суть-то чем отличается церковь? Это всё можно, эти все страсти можно и вне церкви встретить, то есть не встретить, они есть и в церковных людях, и вне церковных. Чем мы только отличаемся? Или церковь чем отличается? Что если вне церкви даже и сама мысль об исправлении вот этих вещей не присутствует, властолюбие даже и не кается, он жаждет власти или использует её и пользуется ей властью, или деньги есть деньги, ему в мысль приходит о том, что это нехорошо, то в церкви человек понимает, читает горе вам богатые, ой! Легче богатому пройти сквозь игольные уши, верблюду пройти, извините, сквозь игольные уши, чем богат вы идете в Царство Небесное. Ой! Вы слышите? Чем мы отличаемся? Тем, что для нас эти блага мира всё-таки не являются Богом, но Богом являются для людей, которые не верят в Бога, потому что ничего другого нет. И поэтому здесь только этим мы отличаемся, только этим, но уже в какой степени кто осознаёт эти свои грехи и страсти, в какой степени он кается, лучше сказать, в какой степени этот верующий является действительно верующим, это, друзья мои, о, Боже мой! Ответьте, пожалуйста, не случайно Христос избрал в число 12 Иуду показать людям, что если даже при нём и человек не только не припобедил своей этой страсти и алчности, но так и остался верен, пошёл даже на такое преступление, то не удивляйтесь, не удивляйтесь, что в церкви это было и будет. Но ещё раз повторяю, мы только тем отличаемся, что у нас наше учение постоянно голосом совести взывает опомнись, человек, ты же другое исповедуешь, покайся, пока не поздно. Вот чем мы отличаемся, а вовсе не тем, что будто бы мы лучше, чем вот там за стеной. нет, нет, к великому сожалению, хотя бывают люди среди нас те, как звёзды, которые показывают, что такое вера христианская, и мы тогда не как-нибудь к ним относимся, а кланяемся даже им, целуем даже образ их, приходим даже к останкам их и говорим, вот они, светочи нашей жизни, вот в чём наша вера, увы, только мы негодные не следуем им. Вот что можно ответить, я вам скажу, этим не нужно, не вздумайте, как некоторые делают, но нет, ну что вы, этому вот то-то, это сё-то, смотрит человек, говорит, ну что ж ты лжёшь-то мне, что я слепой, что ли, не вижу, что у вас это есть? Не лукавьте, друзья мои, лукавство отвращает людей сразу, сказать, есть, да, конечно, но мы вот чем отличаемся. В значительной массе мы всё-таки стремимся к покаянию, понимаем, что это зло, а не добро, слышите, мы понимаем, что это зло, а не добро, понимаем, что смысл жизни не в этом. Вот чем мы отличаемся. И дай Бог, чтобы эта вот вера, насколько это возможно, глубже проникала в наше сознание. субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, это субтитры создавал DimaTorzok, Продолжение следует...